мир вам игнатий тихонович с вопросами выхожу на вас миром давайте есть много вопросов которые люди мне присылают и я соответственно вам хотел бы их задать ну тогда начнем давай вопросов хорошо вот смотрите если у человека примеру есть подозрение на одержимость то что может сделать православный священник ему дана какая-то власть изгонять демонов и и что потом этого человека будут допускать до крещения и вот примеру блудная страсть чревоугодие это ведь тоже можно назвать одержимостью до вопрос завидимой чертой и поэтому выдумать не надо ничего нужно смотреть что об этом говорит святая библия что говорят святые отцы что говорят правила и что подобное было в житиях вот тогда у нас картина будет более полная мы по библии посмотрим неоднократно еще есть признаки определения которые святые отцы они прямо говорят что крестить если одержимый человек нельзя до самого смертного часа вот уже когда помирает тогда только может крестить ну чем-то же они руководствовались и не причащать даже тех которые причащались а потом стали одержимы и пока они не будут исцеленная это тимофей александрийского правила из книги правил третий вопрос он звучит так если кто верный одержим бесом должен ли приобщать со святых тайн или нет и ответ такой ащи не нарушает тайны и не хулит иным каким-либо образом туда причащается но не каждый день довольно для него только по временам какой по временам сколько как не говорится вот священникам дана это власть но и по книгам теоретически но практически из них самих часто нужно вы занять бесов как они себя ведут дикой нормально если неодержимый священник он не может воевать против библии а против библии воевать это равнозначно против христа господь любишь меня любите мои заповеди исполняйте заповеди в житиях святых говорится таких о причинах одержимости это как правило жизнь в грехе в грязи в разных пороках и еще такое как бы профессиональное у них отлучение от причастия незаконное несправедливое а это сплошь и рядом грозят сделай что я тебя не допущу до причастия у старообрядцев этим играет на каждом шагу и здесь тоже история а какое лекарство в житиях святых говорится ему сказано оставить священное действие навсегда пусть не быть уже священником попом а просто быть обыкновенным прихожанином я лично своей жизни не встречал ни одного такого он будет жить тысячу раз в грехе но не отойдет работать не идет специальности никакой нет а куда он вот так это кормушка для них есть правда одержимость когда явно человек испускает пену но есть только признаки одержимости вот мне пришлось считать коринфские ночи такая книга есть и там говорится об одержимых в еде даже нельзя сказать это полифагия называется ну образец как это в мертвых душах собакевич там можем бык давай полбыка на стол вот в духовном варианте это тоже всеядность когда смотрят подряд все фильмы чтение чтобы не попалась и везде они что-то знают а вот тут он как раз без под рукой подсуетиться но дух блуда это определенные я вот разговаривал с такими не один раз в храме были как евро зашел он говорит как во время блуда и жене изменял гарти во время акта соите в это время я почувствовал как что-то меня сделал я весь дрогнул и уже когда отстал от да то я не могу ничего с собой сделать вот одна в чате рулетка это там может процентов на 90 одержимые духом блуда маньяки вот святые отцы советуют хочешь победить если страсть чрева то сначала подбери победи это потом под чревная потому что пищи не давай в освенцами ни у кого не было чтобы мужа ложество было ли что-то там одни кости были но нужно хорошо до пота работать ну поменьше спать и почему-то советую тепло не одеваться и жития святых они прямо переполнены этим дух блуда как они бесновались это и у поиси такой был ученик хотел стать священником и без его поймал и вошел при том вот вам вернулся он в город один инок ходил там продавал что-то они делают жили-то от того что плетут там коврики какие-то веревки и продавали и он пришел и учитель я вот деньги принес а он на него не смотрит мимо проходит он ничего не поймет никак второй день третий он говорит точно что случилось то почему да кто ты такой но я же ученик твой в городе был в городе был ах ты окаянный пошел вон но за что я же ничего плохого не сделал что-то такое заплакал он говорит ты дорогой шел с кем разговаривал ну мужик один какой мужик ну еврей что ты крутишься еврей а еврей тебе что говорил про христа он говорит что это не мессия это массе придет ему храм 3 построит а вот на ты что сказал но я сказал может быть и так это самое настоящее отречение от христа может и так пошел вон он плакал плакал давай молиться и из него как пошел черный дым как из выхлопной трубы у самолета и вот такие люди особенно в компьютерные игры когда играют вот я считал про это программисты вас пасибо в абсолютно большинстве бесноватая и доводит это до убийства до самоубийства у меня знакомая наша сестра была этот член нашей общей на у нее внук прирастился к этому играть у товарищей играли и вдруг он соскочил нож схватил и кинулся и ударил ножом аж нож погнул это хозяйского сына у которого играл и когда суд был он говорит я не знаю я делал это или нет еще срок отсидел но не убил его они беснования эти которые играют мгновенно входят и притом у них такое буйное кидаются иногда бывает вот что-то без причины выбросилась в окно не без причины это демон сделал вот так ну примеру сказать у русских это было фюрера гитлера называли бесноватым а вот библия нам говорит так об этом сераха 21 глава 30 стих когда нечестивый проклинает сатану то проклинает свою душу и поэтому когда он бывает он тот бесноватый то а бывает и говорит то бесноватый это у крылова опасная есть горит не лучше ли на себя к ума оборотиться чтобы узнать но вот были и есть они большевики вот террористы это все как правило одержимое духом злобы они вот одержим идея идея на беснование и особенно такое вычурное экстравагантное оно бывает когда человек знал истину и причащался тела крови христовой а уходил в страну далекую то есть мыслями вроде блудил где-то что-то я стою однажды у нас храме потеряевки приехал к нам один он стоит вот так на пятки и вперед на носки маленько погодя опять на пятки и наперед это перекатывается я вышел когда из храма еще делал то а что я делал ты вот так делал делал а что такое лихорадка блудливая откуда вы узнали я всю службу блуде думал он думал а я то не знаю этого поэтому тот кто принимает тело и кровь христову даже жить свято вот евангелие атмосфея 12 глава 45 стих написано когда человек делает плохо а сам причащается тогда идет дьявол берет с собой семь других духов злейших себя и войдя живут там и бывает ли такого человека того последнее хуже первого так будет и с этим злым родом и второе послание петра 2 22 но с ними случаются поверны пословицы пес возвращается на свою блевотину и вымытая свинья идет валяться в грязи вот сатана как-то разговаривал с антонием он вызвал на разговор но и говорит что он может и поститься и бодрствовать почему ты-то выше меня ты через сколько ешь в неделю разгорит а я уже пять веков не ем нас называет там тысячелетия целое он говорит тебе смирения не хватает он терпеть не могу вот этим оружием то что не любит сатана его надо и бить смирением а как а евангелие от матфея 17 21 говорит все же род изгоняется только молитвой и постом то есть на сатану на одержимость пост замари его и молитвой и что всегда будет выходить нет не всегда не всегда но когда богу угодно но другого оружия нет но это оружие пытается кто-то монахи они от оружия и друг выбивают послушание ави дороже поста и молитвы по послушание невежественному человеку не знающему библии дороже главного оружия поста и молитвы я как-то во фрунзе в этом в грузии был билиси говорил проповедь и вот эти слова сказал то монахи сидят как они на меня воздрелись сразу да какой же вы имеете право говорить что дороже дороже этого ничего нету господь только молитва только другого оружия нету вообще нету постома молитва и все это в смирении но вот конкретно по признакам еще определяет так иногда человек очень хорошо слышит или плохо слышит бывает повреждения а бывает ничего вот а погони не думали что у него там струны натянуты из человеческих кишок что он слышал на на третьем этаже где сидел и слышал что в подъезде шушукаются вот есть такое и когда если тебе маленько что-то известно ты видишь вот как человек не стал прям взрывается какое-то замещание сделать нельзя то есть свое я там живо действенно и он прям по-настоящему беснуется но никак не сознается но если не сознаешься поступил правильно неправильно избавься от этого ничего не получается значит бьешь пустоту конкретно начинай объявлять пост и молитву и прямо избавь меня духа злобы духа противления надо не надо обязательно встрянет этот человек какой-то спор на дальше понеслась бы беспривязная лошадь необузданная и поэтому с людьми говорить об этом а они да в это не верят вот недавно я выставлял ролик тут один составили где-то не знаю где они составили интервью у дьявола и самая большая победа какая но это джеффе темпесту тоже сказал лучшего в книге печаль сатаны мария карелли самая большая моя победа та что я сумел доказать что меня нет меня нет и поэтому с кем бороться то да я сам так думаю нет ты сам так не можешь думать ты смертный у тебя страх божий должен быть ты немощный ты можешь умереть сегодня а ты так рассуждаешь кричишь как будто бы смерти нету это говорит об основании и когда люди против библии воюют там абсолютно не принимают явно видно что бед демон борется вот есть в первом томе творение она златоуста там об этом говорит был такой монах стагири и он был близко знакома на златоусту а теперь когда что-то бывает мы молитвы на отчитывания на изнание бесов как раз я на златоуста киприана карпагенского там такие молитвы а тут он сам я на златоуст а это был сын сенатора по-нашему сказать губернатора такой перспективный парень учился и вдруг раз пошел монашество и утром встал и давай кидаться на стену там пену пускать и проще это и тогда спрашивает как он крития во сне видел черную свинью и она на меня кидалась и кидалась а потом она как-то в рот раскрыла и вся меня вошла вот как и златоуста бы о нем молился водили к монахам живущим на вершине гор и чего только не было бесполезно и тогда златоуст говорит о проведении божьем какая великая награда то есть совершенно человек невиновный бог посылает испытания вот баптисты про это не знают если бесновится значит грешник а здесь наоборот господь признал он настолько сильным что не просто сатана подножку поставил а прямо в тело вошел в этот храм и неизвестно тот стаирий ему посвящено несколько слов и она златоуста очень большие подробные проповеди неизвестно выздоровел или нет поэтому не дай бог но если случилось и си смиренно что угодно только не это я когда-нибудь расскажу как ко мне поступал когда-то враг но вот такой ответ дам благодарю все понятно по этому вопросу следующий вопрос когда мы читаем евангелие как иисус христос приняв крещение он пошел в пустыню и к нему поступил дьявол уже после 40 дней и он ему дал несколько искушений и одно из искушений он ему предложил все царства мира и вот что подразумевалось под этими царство мира царство страстей или царство земные владычество над государствами если так то кто же все таки дает власть то над царствами дьявол или бог это вопрос чисто из сферы религиозная политическую выходит но и здравый смысл смысл должен быть я прочитаю это место я знаю где она матфея 4 глава с 8 по 10 стих и опять берете вы дьявол на весьма высокую гору и показывать ему все царство мира и славу их и говорит ему все это дам тебе если пав поклонишься мне тогда иисус говорит ему отойди от меня сатана ибо написано господу богу твоему поклоняйся и ему одному служи на его луки написано 4 6 и сказал ему дьявол тебе дам власть над всеми семи царствами и славу их ибо она предана мне я кому хочу даю ее вот эти слова то его надо вспомнить евангелия тяна 8 глава 44 стих там написано он есть лжец и отец лжи и когда иудеи приступали ко христу по-своему наставили он прямо говорит ваш отец дьявол вы хотите исполнять похоти отца вашего ибо он есть человек убийца от начала не устоял в истине потому что нет в нем истины когда он говорит ложь говорит свое ибо лжец и отец лжи вот откуда это и поэтому верить ему никак нельзя он хвосту на демагог как наши депутаты власть он наврал власть допустим попускает бог вот об этом свидетельствует вся библия не просто так вот он взял власть а как масоны горит ты должен приготовиться умереть в любое время они помогают масона ему добиться власти они угоден ему предлагается вы знаете был у гитлера один генерал его называли лист пустыни в африке воевал ромаль и вот когда он уже за вас стал доказано было что он участвовал в заговоре на убийство гитлера к нему приехали генералы и предложили если хотите чтобы женой с детьми все было нормально вы даже покончить жизнь самоубийством а если не так вы все равно будете застрелены убиты повешены а семья и все остальные все отнимется от вас и он застрелился а почему дьявол похитил душу дал власть сначала дал мудрость свою дьявольскую как убивать а потом подвел поднялся против того кто ему все награды выдавал я говорю о пюреры так что верить ему что ему все дано нет конечно что бог попускает а он даст какую-то часть власти даст все царства мира на кому-то бы дал а нет этого никому от полную власть будет отдавать он только антихристу и весь мир покориться когда будет один царь на всей земле царство его столицей мира будет иерусалим и будет отстроен храм трети соломонов и вот он вас сядет там ему будет дана вся власть вот тогда вот это исполнится все но когда сатана говорил со христом то власть ему не была дана потому что люди которые в его власти были они были похищены сразу три тысячи человек уверовали а которые люди сатане покоряются там пьяницы наркоманы там блудники это его сосуды дьявол он квартирант он не бережет человека ну подумаешь там задавился отравился вновь перелез квартирант крышу чинить не будет он кровать переставит только в сторону а господь хозяин этого храма тела и он его бережет и поэтому где дьявол наступает я могу дать власть над этими грешными людьми над кем даже сказали бы тебе принадлежит вот это дом улица там ты команды над кем командовать то смотреть то не на кого но другое дело военная дисциплина там еще что-то можно сделать от ничего нету пустой разговор но дьявол сконцентрировал в трех вопросах как пишет достоевский великом инквизиторе братьев карамазовых все соблазны мира вот чудо там хлеб дай звание там авторитет какой есть и вот в этом чуде падший поклонись мне гибнут непростые люди как правило начальствующие на начальствующих при мудрости соломона говорится с начальствующей будет строгое взыскание вот так а дьявола говорит мне это дано вот у сисоя там пошел один я хочу быть священником он будет какой-то священник то ты спишь долго там ешь много что-то он ему наговорил а то а у него дядя епископ а он во сне дьявол ему показывает что мало того священником я тебе епископа могу поставить и когда отвернулся это учитель он увлезнул к дяде чтобы стать священником тщеславие тщеславие это особенно у начальствующих а который там картошку копает или печи делает сторожит то к чему тщеславец это и дьявол его встретил дороге обнял давай целовать его там общеповать со всех сторон какой ты молодец он видишь это не то это толкнул от себя дьявол он сразу превратился в красивую женщину может я тебе такая нравлюсь в разных видах и он кое-кое как вырвался прибежал и все на этом успокоился надо быть довольным тем что на бог дает а возночасть из себя говорит быстро не извергнется если это от господа он скажет пересядь повыше поставить тебя там десяти начальником или 100 начальником вот как разбирать эти слова все но игнать технич а дьявол когда подходил он знал кому обращается или нет не знал то есть он предполагал но не знал он искушал и прочее почему он уже на кресте когда христос был если ты сын божий сойди с креста это кричали люди а янза того за это глотки грешных людей кричали сатана через них кричал если ты сын божий это другая область совсем потом я это отвечу почему он не мог узнать его тайна и христос говорил когда видели чудеса никогда никому не говорить доколе не прославлен будет а когда прославлен теперь мы знаем он бог он все сильные владыка так вот аминь всем известно что бесы боятся крестного знамения как огня в храме в церкви непрерывно совершается крестное знамение люди его совершают почему же без это не выходит при этом из людей я видел не раз бабки какая бабка не не угождает а то впереди это сзади ее крестит я говорю еще крестишь то потом спрашивал потому что тут еще не ясно крестным знаменем то ли запечатать в себе самом без а и не дают его выйти какой она новгородского в рукомойники его запер и потом ночью слетал на нем в храм вирусалим поклониться обратно храм двери закрылись среди ночи обратно на демони прилетел вот как вещара на хуторе близ диканьки там есть такой летун тоже был у гоголя он гет без боится не просто крестного знамени ибо ему пользуются всякие колдуны преступники он боится чистой жизни и при том когда крестное знамение он боится истинной веры и подтвержденной крестным знамением истинной веры и любви к богу когда говорят он креста боится было видение так он прямо на крест залез и сидит или у одного увидели на левом плече сидит сидит а другой который видел он ему и говорит ты чё делаешь то ты почему крестное знамение то руку то не доносишь от смотрю этом как высокие люди там вот я и я ни разу не видел что патриарх правильно перекрестился ни разу путин раньше крестился правильно сейчас точно так же стал куда-то подмышку руку стоит налево вот этого боится и тогда ему сказали руку поднять и он когда перекрестился до левой донес дьявол сразу там бесенок-то упал говорит но это видение было такое мы вполне можем поверить он горит я креста не боюсь я боюсь когда силой крестного знамения душа вопиет к богу а так по иначе крестами то обложился да и грешил а те люди которые от фрам то у них это есть они превозношение над другими вот она все знает бабка как бесы приходят сами лечит сказать к лечит колдует там привораживает проще без бесовские манипуляции делает там я тоже встречал таких я прихожу домой дома а у нас соседка божа была такая звать ее устине лету его я вижу что она делает она держит кружку или стакан с молоком и над ним шерстяную нитку завязывает узелки я я не понял ничего я говорю мама счета да у нас теленок заболел что-то нога у него отстала и наступить не может и ну и вот она пришла вот это есть сказали на готове я сейчас вылечу веревочку привяжите и все ягодок это колдовство колдунов то смертной казни придается по ветхому завету то она такая хорошая такая приятная была женщина как она сбесилась и как бросилась убежать и не раньше не позже на встречу ей идет мой отец и она как ему крик он все бежит что так чуть не шибла то оглашенная она горит игнать и приехал он меня чуть не убил да как он тебя не убил то она не сказала домой побежала но отец на меня разневался вот приехал ты порядки наводишь а потом пошел теленку теленок ходит нужны никакой нету и отец вышел засмеялся надо же говорит это ведьма то выскочила как до этого лекарь была тут сразу ведьма он говорил не волшебников волшебник и вот она это сделает а вот чтобы покаялись я только одну бабку встречал такую она покаялась что она лечила все эти годы и теперь все то знают она лечила пользу оказывала там иконы ставит свечки зажигает и к ней кто-то приходит и она людей не видела ей говорят бабка пороскеба к тебе пришли она глянет а у порога никого нету стоит рогатый верта черт с рогами люди-то видят пришла соседка а она видит того кто пришел и она сразу на колени плакать и молиться и и все соседка сразу заерзала и домой вот так на священники то это все же знают чем занимаются иногда думают но это каком-то храме у нас этого нет а тут там где священников то много там положение еще более трудно и вот я считал жития святых неоднократно составлял симфонию и показано там за что ими как в какое время демон входит потому что храма священники они столько лет против истины травили людей то а для дьявола это прекрасная питательная среда потому что на лжи все основано ну и демоны там кимор и лешие являются а центр то всего это духовная грязь суисловия много болтают что попало ну как правило судят у нас был меня случай такой я был во фрунзе ну теперь бишкек называется киргизская ссср и ссср вот киргизия теперь и вот там было два священника хорошие оба священники я бы мог их назвать ну не знаю полезно нет там один просто он как целебат был а другой игумен и он где-то окажется в почаево там служит теперь и они оба обратились и покаялись когда я проповедовал им их господь коснулся и они вышли перед народом и стали рассказывать им людям своим что мы только хвалимся друг перед другом а мы да христианами не достойно называть это редкий случай два священника в храме и оба покаялись но они стали принимать на исповедь и говорили 6 кто на исповедь идет ты обещаешься принести у тебя там молитвы есть дома есть принеси если не сдашь это причащать не буду но они 7 недель никого не причащали им столько наносили я не знаю тут сколько ну около метра от пола говорит храм-то так большой но это да они вышли из храма сожгли это все и начали исповедовать и причащать вот если бы везде так делали у православных этих кашпировских на каждом шагу вот в деяниях апостолов 19 глава с 18 по 20 стих там написано многие же из уверовавших приходили исповедуя открывая дела свои а и занимавшийся чародейством довольно многие собрав книги свои сожгли перед всеми и сложили цены их и оказалось их на 50 тысяч драхм вот с такой силой тогда возрастало и возмогало слово господне но эти точно сожгли и долго не причащали и только перед пасхой перед самой причастили я тоже знаю продолжение таких историй но на сегодня хватит по этому вопросу вот все наверно понятно много у нас сколько время прошло всего полчаса а покороче надо будет делать 25 все на этом сегодня больше пока не открываем отходим если другие вопросы есть тогда другой просто ролик надо сделать будет отключайте его все отключаем отключая потом зайдешь